Русский национальный фронт Русский национальный фронт Русский национальный фронт В Московской мэрии существует департамент региональной безопасности, сейчас везде они есть. Состоит он из бывших чекистов, которые не имеют биографии, то есть найти биографию этого олейника, который является замом и подписывать все отказы, невозможно, его просто не существовало никогда. Так же, как и его начальника Майорова, тоже нет такого человека, в природе не существует. Он родился сразу начальником департамента, нигде никогда не служил, кроме как в департаменте. И такие люди, которые не понимают, что есть конституционная норма, пусть эта конституция принята не нами, но они объявили, что это их конституция. Логично, раз вы объявили, мы как люди грамотные читаем, что в конституции написано, что мы имеем право собираться мирно, без оружия, обсуждать свои проблемы. Ну вот нам, с одной стороны, придумали еще закон, который нас ограничивает, когда нам заявку подать, и причины. Вот причин нет в законе, например, нет причины для отказа, что место занято. А нам все равно пишут такое условие, то есть нарушают даже тот закон, который приняли. А по закону они должны предложить другое место. Чаще всего они нам предлагали места, где людей нет вообще. То есть это тогда уже получается не публичное мероприятие, а камерное закрытое. Ну с таким же успехом можно выделить лесную поляну и сказать, ну вы собирайтесь, а что нам тогда спрашивать, собираться или нет на лесной поляне. Мы публично должны объявить о своих позициях. Вот московская мэрия систематически нам не позволяет это сделать. Так же, как и на выборах, когда были выборы мэра, мы пытались провести митинг, нам объявили, что здесь будет мероприятие другой организации. Мы пришли, одиночный пикет поставили, никого там не было. Зато стояли автобусы с ОМОНом, там один из наших соратников подошел, спросил, а что тут планируется. Он говорит, сейчас здесь будет несанкционированный митинг, и мы будем забирать. Имели в виду, естественно, нас, что мы сейчас придем, и нас можно будет тепленькими взять. Но мы на такие вещи никогда не подрываемся, и так уж в тюрьмах столько сидит, столько несправедливостей. И мы просто не можем человека защитить, у нас не хватает ни средств, ни юридической защиты, чтобы как-то вырвать из цепких лап режима человека, которого там несправедливо захватили. И многие здесь присутствующих тоже побывали без всякого закона, за решеткой, посидели там хотя бы в течение нескольких часов, пока они там якобы протокол составляют. Вот, это первое. Второе, это мы объявили о подготовке к русскому маршу, и мы думали, что русский национальный фронт начнет эту подготовку с тем, чтобы как-то мобилизовать людей, приглашать их на уличные мероприятия, и станет видно, чем мы располагаем, кто люди, как они приходят, как распространяется информация. Ну, видим пока, что все очень вяло, и вполне возможно, что нынешняя власть стремится к тому, чтобы русский марш запретить в этом году. Или дать опять этим украбандеровцев, может быть, им дадут специально, чтобы дальше дискредитировать русское движение, как это было в прошлом году. Ну, и часто тоже показывают там всяких сумасшедших, зиганутых и прочих, и прочих, прочих. Вот, для дискредитации очень удобно, то есть они такой инструмент придумали. Мы в альтернативу выступаем, поэтому вот такая к нам особая ненависть, то, что в этом году арестовали, в прошлом году арестовали Кирилла Барбаша, и он сидит до сих пор в тюрьме, и в этом году Юрия Якишева, это очень серьезные для нас потери, в том числе и сильных ораторов, и сильных организаторов, и те, кто в сети постоянно работал. Вот, эта потеря большая, и даже если нам согласуют марш, нам будет очень тяжело без этих ресурсов, без штурм новостей, без ГПР ЗОВ. Ну, там есть люди, но они, конечно, не смогут компенсировать эту потерю. А что ему еще нет? Кому? Скажу. Барбаша? Барбаша задержали сначала за продолжение деятельности запрещенной организации армии воли народа. И вот ее запретили за законопроект об ответственности власти перед народом, когда суть законопроекта была такая, что вместе с выборами проходит референдум о доверии к прежней власти. Вот именно это сначала. Арестовали за это. Арестовали за это. Там такая следователь Талаева. В дальнейшем переквалифицировали на 282-ю статью. То есть не даже, ну, как бы, арестовали за одно, а удерживают в тюрьме за другое. За 282-ю, за то, что вот он критикует власть, а власть это социальная группа. Значит, возбуждает ненависть и вражду к социальной группе. Ну, ну, год, наверное. Год, да, год. Больше года уже, да, больше года, наверное. На 15-е число у нас сегодня должна быть подана заявка на 15-е октября. Как раз митинг в защиту политзаключенных. Должны подать соратники Владимира Квачкова. Ну, я предполагаю, что опять откажут. Ну, посмотрим. Ну, на всякий случай, как бы, запомните, что 15-го числа, опять мы на 905-го года. Это единственная площадь, более-менее посещаемая людьми, на которую нам дают, давали раньше согласование на митинги. Вот на другие все площади нет, гуляйте там. Там народу много хороших. Ну, это единственная посещаемая. На Суворовской площади там никого нет вообще. Поэтому там что-то проводить, ну, для себя, там, для тренировки, может быть. Но там народ собрать очень трудно, и люди не хотят туда ехать. Следующее. По регионам у нас ситуация очень слабая в целом. В прошлом году мы провели одну всероссийскую акцию с большим скрипом в защиту политзаключенных, поддержку политзаключенных. Разные организации были, в том числе и не входящие в Русский национальный фронт. Где-то 15 регионов провели от одиночного пикета до шествия. Я не помню, нет, по-моему, митинг только мы смогли провести. Сейчас уже не припомню. И с тех пор региональная структура сильно слабла в связи с украинским вопросом. Некоторые просто распались, и даже в прошлом году Русский марш фактически проводили в Москве, в Питере, и где-то еще там какие-то очень скромные мероприятия. В этом году, видимо, тоже все будет очень кисло, и люди и боятся, и разругались все между собой. Невозможно понять, как их там сдружить, соединить. Все надежда, что какие-то новые люди подтянутся из каких-то социальных слоев, ранее неактивных. Или молодежь, как какие-то вот, ну, каждый год выпускается, там, сколько-то там сотен тысяч или миллионов молодых людей из школы, там, из вузов. И как бы должно где-то пребывать. Ну, вот никак молодежь не мобилизуется никоим образом. И хотел бы вот тут представить тоже, мне в очередной раз прислал Борис Соломаха, вести «Славян Юга России». Вот он бьется в одиночестве, можно сказать, выпускает вот такой листок. Раньше это было четыре полосы, сейчас осталось две. Тоже его там и прессуют по-разному, но вот несгибаемый человек продолжает, продолжает издавать. Сейчас, да, это Краснодарский край. Вот в каком городе, я, честно говоря, не знаю, забыл уже. Вот если кто-то захочет, вот возьмете, здесь есть энное количество экземпляров. Но хотел бы просто сказать, что вот есть человек, да, вот он бьется в одиночестве, можно сказать. Тоже там растворились все его соратники. Надо поддерживать человека каким-то образом, словом там где-то упомянуть, где-то, может быть, ему письмо написать, может быть, там прислать ему 500 рублей на эту газету. То есть вот человек-подвижник, наш соратник, его надо поддерживать. И если у кого-то есть способность, ну там у себя там где-то в социальных сетях написать, что вот есть, вы возьмете эту газету. Ну, она не газистая, понятно, что тут не развернешься особенно. Но, тем не менее, вот и такие вещи надо поддерживать, хотя бы словом, хотя бы где-то, где-то иногда об этом говорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!